Накануне праздника ветеранов Великой Отечественной войны лично посетила многочисленная делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным. Теплые пожелания и слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто подарил нам Великую Победу. Солдаты, вас благодарим за детство, за весну, за жизнь, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. С Днем Победы! Первое поздравление в стихах от детей из детского дома Федору Сыркову. На фронт Федор Алексеевич ушел в 43-м из Нижней Пеши, воевал под Старой Руссой, защищал Великие Луки, Невель. После тяжелого ранения был направлен в Вологодский запасной полк, а позднее во внутренние войска, которые охраняли Беломорканал, где он служил до 46-го. На фронте ветеран был отличным пулеметчиком. Сегодня Федору Алексеевичу идет 92-й год. Несмотря на солидный возраст, бодрость духа и чувство юмора его не покидают. «Вам крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Живите долго и радуйте нас». «Я долго уже живу. Слова благодарности в этот день прозвучали и в адрес Ивана Кузьмина. Ветеран Великой Отечественной войны прошел долгую воинскую службу на мысе Канин. За стойкость и героизм он награжден боевыми медалями и орденами. Перенеся все тяготы войны, Иван Дмитриевич, не жаляя сил, трудился уже в мирное время. Это его руками построены первые двухэтажные дома в Нарьинмаре. В прошлом году ветеран отметил 90-летний юбилей. Посетили в этот день и Александра Суряева. Несколько лет назад ветеран переехал в Нарьинмар из Архангельска. 17-летним парнем из Усть-Целемского района на фронт отправился и Прокопий Торопов. Пешком добрался до станции Ирайоль, оттуда в запасной стрелковый полк в Вологодскую область, где его обучили военному делу. В 44-м направили в Старую Руссу. Дальше полк, в котором служил Прокопий Павлович, вышел на границу с Латвией. Не доходя до Риги, солдаты ввязались в бой с врагом. Здесь солдата и настигла ранение. И вот мне пришлось последний дар получить в Латвии. Ой, там был ужас. Там я попал в госпиталь. Больше не возвращался. Весть о победе застала Прокопия Торопова в госпитале. Домой вернулся лишь в 47-м. Слова благодарности и поздравления с Днём Великой Победы принимала и Нина Ивановна Леонтьева, вдова участника Великой Отечественной войны Дмитрия Леонтьева. В Нинецкий округ семья перебралась в 60-м. Здесь участник Великой Отечественной войны работал в геологоразведке. Сегодня руководство региона вручило Нине Леонтьевой ключи от новой благоустроенной квартиры в микрорайоне авиаторов. Я думаю, что будет вам очень хорошо и комфортно там жить. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем вас. Сегодня в Нинецком округе проживают всего 7 участников Великой Отечественной. Живые легенды. Люди, подарившие нам Великую Победу. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.